Я Сироняна Стея Владимировна, дочь Маркова Владимира Анатольевича, которого 19 числа 2024 года обнаружили повешенную в квартире, которая, как оказалось, не принадлежит уже моему папе, а принадлежит сотруднику ДПС по имени Сергей. За год до случившегося, собственно, этот Сергей начал приходить к моему отцу и предлагать ему написать дарственное его имя. Мой папа позвонил мне, рассказал об этом. Я ему сказала, что, собственно, почему такие предложения. Он сказал, что я плачу тебе долги по коммуналке, буду тебя содержать, кормить, а ты мне подаришь квартиру. На что я сказала отцу, что ты же понимаешь, что он хочет просто получить твою квартиру, когда ты это сделаешь, но ты ему не будешь нужен. Мы поговорили, а плюс еще документы на квартиру, оригиналы находились у меня. Я об этом говорю, документы на квартиру находятся у меня. Когда он пошел, вернее, когда Сергей этот к нему пришел, он еще раз переспросил, ну что мы будем делать дарственную или нет. Мой отец сказал, нет, не будем, квартира достанется дочери. И документы оригинала находятся у нее. На что он сказал, что не проблема, их можно сделать по утере, восстановить. Это было когда? Это был конец 22-го года. А когда стало известно, что квартира? А когда по документам сейчас квартира переоформлена оказалась? По документам 31.01.2023. Но об этом я узнала только 20 апреля этого года. Собственно, от этого Сергея. Он позвонил мне, когда с моим папой уже 19 апреля это случилось. И он мне сказал, что квартира его, что я не имею права туда зайти. А Сергей вообще, в принципе, он вам что говорил, когда вы приехали туда все-таки? Я его не видела. Он сказал, что он в командировке и встретиться со мной не может. Он срочно уехал. Его я не видела. Я видела только его маму. На что мама сказала, что она ничего не знает. Все вопросы к Сереже. Смотрите, Сергей говорил, что отец предлагал ему работу. А работал реально отец у этого Сергея? Да, последние полтора года. Он просто как помогал или подумал? Каждый день он с утра и до вечера шел, занимался хозяйством, двором и всем остальным, что касается именно по хозяйству. То есть это реально было? Да, это реально было. Многих, кто может, подтвернить. А как вот узнали, что это произошло? Как узнали, что отец... Мне позвонила моя мама. С моей мамой они уже не живут 25 лет. А моей маме, собственно, сказала ее коллега по работе. А этой коллеге по работе позвонила мама этого Сергея. И спросила, есть ли у него родственники. Хотя Сергей прекрасно знал, что у него есть дочь. То есть они сделали все, как будто ищут родственников. Да. И когда выезжали участковые со следственным комитетом на происшествие, участковый спрашивал, есть ли родственники. Он звонил Сергею, спрашивал, я общалась с участковым. Он спросил, есть ли у умершего родственники. На что Сергей сказал, я не знаю, то ли были, то ли нет. Короче, понятия не имею. Хотя общался лично знал, да? Он знал, что у него есть дочь, конечно. А скажите, когда последний раз до смерти, до того, как обнаружили тело нашего отца, когда последний раз мы с ним общались? Последние полгода у нас были немного натянутые отношения. Поэтому где-то полгода назад. То есть он тогда как бы все нормально, он ничего не говорил, да? Нет. То есть получается сейчас квартира принадлежит моему соседу Сергею? Да. Меня зовут Бабиева Наталья, я являюсь адвокатом. Ко мне обратилась буквально на прошлой неделе Анастасия. Позвонила и сообщила о том, что с её отцом случилась вот такая история. Рассказала в подробностях. Мне эта история показалась очень странной. Такое внезапное смерть и повешение. Я задала вопрос Анастасии, была ли предсмертная записка. Обычно записку оставляют, но что она сказала, что мне неизвестно. И когда я начала задавать вопросы по поводу, кому принадлежит квартира, и как это вообще всё произошло. И Анастасия, собственно говоря, рассказала эту историю с сотрудником Сергея. Даже есть сообщение о том, где пишут, значит, переоформить дарственную на Сергея. И тем самым я буду платить твою коммуналку и так далее, коммунальные услуги. На что действительно дочка говорила о том, что есть умысел на завладение данной квартирой. Но никаких действий семья Анастасии не предпринимала, потому что считала, что это некрасиво при жизни прийти, сказать отцу, давая дарственную на меня переоформе. И после того, как она узнала о смерти отца, выясняется тот же Сергей, сообщает ей о том, что квартира его. Мы сделали запрос в Росреестр, но когда не собственник делает запрос в Росреестр, чтобы посмотреть право собственности, там указано, к сожалению, физическое лицо, которое скрыто. Но при этом сотрудник Сергей утверждает, что квартира принадлежит ему. Так как ситуация вся нам кажется странной, у нас есть вопросы по чистоте данной сделки. Нам не очень понятно, почему умерший продал квартиру, но продолжал проживать в ней. Как он ходил, подрабатывал в дом, на домашнее хозяйство, к этому Сергею. Потом оказывается, что мать этого Сергея говорит, что он не подрабатывал, а просто ходил, помогал. И, собственно говоря, они и кинулись его искать. То есть два дня нет, куда он делся. Если человек помогает, он может и пропасть на неделю, если помогает, если работает, если это ваш работник. Это уже совсем другая история. И еще мне показалось подозрительным, когда вот со слов Анастасии этот Сергей сказал, что моему сыну нужна квартира, у меня сын растет. Вот здесь тоже у нас вопросики. Поэтому сейчас я готовлю письменное заявление с обращением в Следственный комитет, в прокуратуру, в ГИБДД Ростовской области, в ОСБ, чтобы провели процессуальную проверку в отношении данного сотрудника, чтобы проверили чистоту сделки, потому что у нас сомнения. И я все-таки прошу обратить внимание руководителя Следственного комитета Российской Федерации на нашу историю, Бастрыкина Александра Ивановича, поставить на контроль эту историю и помочь все-таки нам разобраться в ней.